Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске. Почему в России мало хороших дорог? С Никольска, Вологодской области, до Тотьмы расстояние 140 километров за 5,5 часов. Дороги вообще нет. Кто ответит за разбитую на плохой дороге машину? В подавляющем большинстве автомобилисты не обращаются в суды, потому что это дело долгое, хлопотное и иногда дорогое. Как получить компенсацию за испорченный автомобиль? Нет ни одного случая, которым неизвестен, чтобы автомобилист, который вызвал ГИБДД на место, аварии, получил копию постановления в отношении виновника, то есть дорожной организации, не отсудил бы деньги. Летом 2018 года в боссистеме «Платон» зарегистрировался миллионный большегруз. А это значит, что всего за один километр пройденного пути совокупно зарегистрированные дальнобойщики платят 1 миллион 900 тысяч рублей. Чиновники утверждают, что на эти деньги строятся и ремонтируются дороги и мосты. Но сами водители больших изменений в качестве дорог не видят. К тому же утверждают, что цифры, которые дает «Платон», не могут быть достоверными. Большинство водителей до сих пор бастуют и отказываются платить этот дорожный сбор. Я не плачу и не собираюсь. И мой хозяин такого же мнения. С ноября 2015 года в России действует система «Платон». Владельцы грузовиков массой больше 12 тонн должны платить за проезд по российским дорогам. На полученные от «Платона» деньги правительство обещает ремонтировать дороги и мосты. Я вот сейчас ехал, например, на той неделе с Никольска, Вологодской области, до Тотьмы, расстояние 140 километров, за 5,5 часов. Дороги вообще нет. Это вот вторая передача 20 километров в час. Федеральные дороги хорошие стали, да. Ну как хорошие? Ровные, но колея и колея от легкового автомобиля. Грузовик в эту колею не помещается. Нашу трассу в Вологде-Архангеле сделали до Платона, там дорогу делали. Года 3-4 назад. Да и сейчас-то я не вижу, чтобы М-8 делали где-то что-то. Так ямы заделают, залепят заплатами. Сначала с владельцев большегрузов планировалось собирать по 3,5 рубля за километр. После массовых протестов дальнобойщиков правительство снизило тариф до 1 рубля 53 копеек за километр, предупредив, что постепенно ставка будет расти. И решили нам не на 100%, а на 50 поднять. Рубль 90 сделали. Как бы четвертушечку. И штрафы пообещали с каждой камеры в сутки по 5 тысяч. Откуда они берут эти суммы, которые говорят, о, за счет Платона построены мосты, дороги там троллевали. Кого не спроси, вот сейчас в рацию, ребята, платите за Платон? Ваши там хозяева платят? Нет, не платят, нет, не платят. Ребята, в канале есть кто? Полный потемборщик. Есть транспортный налог, есть акциз в топливе. Топливо сейчас выросло вообще бешеное. С бешеным ростом. Куда катимся, не знаю. Платить перевозчикам приходится и за перевес. Если водитель неправильно разместит груз в кузове, владельца транспортного средства могут оштрафовать на 400 тысяч рублей. У нас в Вологодской области весь город обложили этими весами. Три дороги и трое весов. Никак не выехать. Перегрузил, не туда разместил груз, все, штраф тебе 400 тысяч. Может ямка качнуть, пробьет ось. Может там ветер дунуть, тент задерет, уже не габарит по высоте или по ширине. Штрафы огромные, но его же не заплатить. Вот 400 тысяч не заплатить. Водители стараются следить за распределением груза и избегать рамок Платона. Есть свои хитрости ухода от камер, которые считывают номера. Тем временем Минтранс сообщает, что за все время работы система Платон собрала больше 40 миллиардов рублей. По их словам, на эти деньги отремонтированы тысячи километров дорог и возведены несколько мостов. Есть кто платит? Конечно, есть. Как правило, платят среднячки. Большие компании, насколько известно, Платон у них стоит, транспортер этот, датчик этот, а они его выключают. Как говорят водители, Платон собирает деньги не только с дальнобойщиков, но с каждого жителя России. Общеизвестно, что транспортная составляющая в издержках составляет не менее 30% в любом товаре. Это грабительская система, которая собирает деньги со всей страны, с каждого абсолютно члена нашей страны в кошелек нашего уважаемого малопервого лица государства. Его кошелек – это господин Ротенберг. В июне Минтранс России объявил о переносе даты нового повышения ставок за Платон, но обещал усилить контроль за нарушителями. В рейтинге Всемирного экономического форума Россия по качеству дорог занимает 114 место из 137, опережая Казахстан и Украину, но уступая Бурунде и Бенину. Дороги в России – одна из главнейших бед, хотя их содержание и ремонт добросовестно оплачивают все жители страны. То есть буквально все, а не только автомобилисты, так как расходы на транспортировку заложены в цене товаров и услуг, которыми мы пользуемся. Почему же в России так мало хороших дорог? И что нужно делать, чтобы власти решили проблему? Спросим у Анатолия Кравченко и Петра Шкуматова. Анатолий Кравченко – менеджер проекта фонда борьбы с коррупцией «Росяма», член партии «Россия будущего». Считает важным создание городских комьюнити для улучшения качества дорог. Петр Шкуматов – координатор движения «Общество синих ведерок». Популярный блогер. У вас есть готовый универсальный ответ на этот вопрос? Почему в России так мало хороших дорог? Первая причина заключается в том, что у нас совершенно недостаточный денег выделяется на дорожно-транспортную инфраструктуру. Вообще, по моим расчетам, если посмотреть на 1 миллион километров дорог, асфальтированных дорог в Российской Федерации, чтобы их по технологии, по ГОСТу содержать, чтобы там не было ям, чтобы они были ровные, чтобы вовремя проходил капремонт, чтобы разметка наносилась и так далее, нужно, чтобы каждый автомобилист, каждый, каждый год платил 25 тысяч рублей. У меня транспортный налог – 4 тысячи рублей, а многие автомобилисты вообще не платят транспортного налога. Откуда такая математика? Я просто не совсем понимаю. Для передачи, я думаю, что как раз мне часа хватит для того, чтобы объяснить, откуда эта цифра появилась. Ну, мы сами понимаем, что все стоит денег. Но не бывает такого, что я плачу 4 тысячи рублей, а у меня дороги, как в Европе. Не бывает. Либо мы хотим дороги, как в Европе, и платим, как в Европе, либо мы будем получать что-то другое. Но есть еще второй фактор. Эти деньги, которые мы платим, которых недостаточно. Кстати, только в 2017 году Росавтодор, который федеральными дорогами заведует, впервые за историю, впервые получил ровно столько денег на содержание и обслуживание дорог, сколько должно быть по нормативам. Все остальные годы и в России, и, кстати, в Советском Союзе было хроническое недофинансирование дорог. Так вот, в 2017 году они впервые получили столько, сколько нужно. Но даже из этих денег какую-то часть воруют или расходуют неэффективно. Вот, собственно, две причины. То есть первая причина – это недофинансирование, а вторая часть – то, что даже те деньги, которые приходят, их разбазаривают и расхищают. Я вот наблюдала за Анатолием, пока вы говорили, и смотрю, вы не вполне согласны. Здесь надо начать с самого главного, с самой основной проблемой. Это проблема коррупции. Мы все понимаем прекрасно, что случайных людей в дорожном бизнесе просто нет. Там нет конкуренции, по сути. То есть там конкуренция среди огромных структур, которые, я думаю, получают госзаказы, не сражаясь на аукционах. Мы говорим с вами о коррупции, когда мы смотрим на то, какой результат работы. Чиновник, который отвечает за приемку дороги, подписывает акт выполненных работ. Очень часто мы наблюдаем, что дорожное покрытие не только не соответствует ГОСТу, его визуально можно назвать плохим. Но с другой стороны, чиновник же, который принимает эту работу, он небольшой специалист. И если ему показали асфальт, на котором все вроде ровно и гладко, он же не знает, что под этим асфальтом. Соблюден ли ГОСТ при староительстве дороги, вот эти специальные подушки и прочее? Для этого специально берут керны специально, то есть выбуривают из основания дороги такой цилиндрик и везут в лабораторию. При приемке дороги? Конечно, да. Да, но вы же не будете по всей протяженности дороги вырезать вот эти вот цилиндры. Нужно встречный вопрос задать. А почему чиновник, отвечающий за дороги, не специалист? Как попал человек в департамент управления дорогами региональной, который не знает, как это должно быть, не знает норм, не знает, как проверить. Визуально не может понять, яма это или не яма. Коррупция или что это? Кумовство. Я думаю, что вина лежит здесь за качество тех дорог, которые ремонтируют, в том числе на чиновники, которые проверяют и подписывают акт. Все-таки большая часть людей, которые подписывают эти акты, имеют профильное образование хотя бы. Но дело в том, что даже если у тебя есть профильное образование, ты на глаз не сможешь определить, какой битум использован, насколько он качественный. Соблюдена технология укладки асфальта, потому что укладывать его надо при 105 градусах, это рабочая температура смеси. Если он холодный, КАМАЗ надо разворачивать и везти обратно на асфальтобетонный завод. Все, этот асфальт нельзя укладывать ни при каких обстоятельствах. Но его укладывают, тем не менее. Поэтому для того, чтобы вообще проверить, правильно ли положили асфальтобетонную смесь, используют лабораторные методы диагностики. То есть выбуривают вот эти керны, цилиндрики, опечатывают, везут в лабораторию, и, соответственно, дальше лаборатория выдает свое заключение по каждому слою. Но если с федеральными дорогами там этот контроль более-менее налажен, то как только мы спускаемся на уровень региональных дорог, межмуниципальных, муниципальных, они сами бурят, сами подписывают вот эти все бумаги. То есть, условно говоря, у них этот цикл очень часто происходит на одном этаже. То есть они сами себя контролируют. На одном этаже одного и того же офисного здания. И, конечно же, за счет вот этих вот связей ты можешь положить, в общем-то, песок и опилки, а по документам это будет, в общем-то, асфальт. А это версия антимультстудио о том, почему в России могло бы быть в 10 раз больше хороших дорог за те же деньги, что сейчас на них тратится. Могло бы, но нет. Почему в России самые плохие дороги в мире? Доступно и понятно. Причина номер один. Коррупция. Каждый километр дорог Россия обходится в 2,5 раза дороже, чем в европейских странах. По сравнению с США мы переплачиваем в 3 раза больше. По сравнению с Китаем – в 4. Чем же Россия такая особенная, что дороги у нас строят дороже, чем в Финляндии или на Аляске? Ответ простой. Тотальная коррупция в дорожном строительстве. На реальное строительство направляется около трети ресурсов. Это значит, что дорог могло бы строиться в 3 раза больше. Причина номер два. Устаревшие технологии. Уже давно изобретены и производятся современные технологии строительства дорог. Во-первых, это геосинтетика, которая не позволяет дорожному полотну расползаться, равномерно распределяет нагрузку и выводит влагу. Во-вторых, дорожный строитель может использовать различные полимерные битумы, которые позволяют асфальту не разрушаться при температурных режимах от минус 40 до плюс 55. При соблюдении технологий дорога служит 12-15 лет, а не 3-4, как сейчас. При этом важно понимать, что при использовании современных материалов общая смета дороги увеличивается всего лишь на 1-2%. Однако строитель экономит и этот процент. Его не просто не волнует результат. Он надеется на новый заказ через 3-4 года, когда дорога разрушится. В результате добавляют обычный битум, а геосинтетику кладут лишь для видимости, по краям дороги. Через 3-4 года дорогу нужно снова ремонтировать и снова получать за ремонт деньги. В результате 80% Дорожного фонда России до 2020 года планируется потратить на ремонт старых дорог и лишь 20% на реконструкцию и строительство новых. Если строить дороги по технологиям, то через 15 лет у нас будет в среднем в 4 раза больше качественных дорог. А если при этом полностью убрать коррупционную составляющую, удорожающую производство дорог в 3 раза, то эту цифру можно умножить еще на 3. Это значит, что за те же деньги Россия может получить в 10-15 раз больше новых дорог через 12-15 лет. Если справиться с коррупцией и с дорожными строителями, которые не используют современные технологии. Пока же это лишь мечты. И Россия теряет только на плохих дорогах 6-8% своего ВВП в год. 80% аварий, по данным ГИБДД, связано с дефектами дорог. Из-за плохих дорог в год случается более 150 тысяч аварий и погибает 20 тысяч человек, одним из которых может оказаться кто-то из твоих близких. По данным Росстата, общая протяженность автомобильных дорог в России превышает полтора миллиона километров. Но эта цифра только на первый взгляд кажется огромной. В Японии, например, площадь которой в 45 раз меньше России – миллион 200 километров дорог. А в мировом рейтинге качества дорожного полотна эта сторона занимает шестое место. Важно пояснить, в России по данным Росстата около полутора миллионов километров дорог. Из них в федеральном ведении находится чуть больше 50 тысяч километров. Соответственно, вот это подавляющее большинство дорог – это вот всё то, о чём рассказал Пётр. Нет, не только всё. Есть такие дороги, которые находятся на участках, которые никому не принадлежат. Это одна из частых отписок чиновников или сотрудников ГИБДД, что нельзя установить, кому принадлежит то место, где проходит дорога, где яма. Люди подают жалобы, чтобы отремонтировали яму, провели ямочный ремонт. И вот приходят ответы о том, что нельзя установить собственника, некому выписать предписание о ремонте дороги. А как вообще узнать, кому именно принадлежит дорога? Ну, с федеральными более-менее всё понятно, а они нанесены на карту. Как вот узнать, скажите? Ну, вот смотрите, самый простой пример, такой вот общий для обычного человека – яма во дворе и яма на улице. Вот за яму во дворе отвечают товарищи собственников жилья или управляющие компании. Яма на улице – за это уже отвечает город. И тогда ГИБДД выдаёт предписание городу устранить или комбинату благоустройства устранить эти ямы. Если, значит, за это отвечает ТСЖ или управляющая компания, то тут сложнее. И они должны этой компании выдать предписание, чтобы они устранили её. Да. Но вот вы говорите всё-таки о ситуации, когда более-менее можно найти концы. Ну, вот представьте, решил я сесть за руль и поехать из Москвы. Вдруг мне захотелось, не знаю, куда-нибудь в Иркутск, да? И не только по федеральной трассе, которая, понятно, что федеральная, на ней значок стоит. Вот. Ну, куда-нибудь по дороге заехал налево-направо, посмотреть, что там за городишки. Как я узнаю, если что-то, не дай бог, случится, кому именно принадлежит вот эта дорога? Вы не должны узнавать это. Это не ваша обязанность. Вы подаёте жалобу в ГИБДД, а ГИБДД должно это всё выяснить. То есть они должны выдать предписание и дорогу должны отремонтировать. Если они не делают этого, то уже подаётся жалоба в прокуратуру. Пользователь автодорог по большому счёту не должен выяснять, не должен производить расследование, узнавать, кому принадлежит эта территория. Да, но это по большому счёту. А если, не дай бог, водитель попал в какую-то неприятную ситуацию на этой дороге, разбил себе машину, просто не увидел яму в темноте или что-то ещё с ним, под лужей не увидел яму под огромной, ему для того, чтобы взыскать убытки соответственного за эту дорогу, нужно выяснить, кто за неё отвечает. Здесь тоже ГИБДД. То есть вы вызываете ГИБДД на место аварии. Вообще это классический способ поведения в случае, если ваш автомобиль попал в яму и получил повреждения. Надо запомнить следующее. Это тоже ДТП. Что бы вам ни говорили, ГИБДД обязана выехать на место аварии для того, чтобы произвести замеры дорожного дефекта, который вызвал, собственно, это ДТП. Если хотя бы один из параметров выходит за пределы ГОСТа, допустим, торчал колодезный люк, к примеру, и вы, например, разбили колесо об него, то в этом случае они оформляют протокол на месте. Далее они возбуждают дело об административном правонарушении в отношении собственника дороги по статье 12.34 КОАП РФ. И далее в ходе этого административного расследования выясняют, кто является собственником этой дороги, кто за неё отвечает. Выносят... И вам рассказывают об этом, да? То есть какого-то перечня, не знаю, табеля... Всё, не нужно, это вообще не нужно. Это, как говорится, в пользу бедных. Вам же нужно, чтобы вам компенсировали убытки, правильно ведь? Соответственно, после того, как ГИБДД выносит постановление в адрес собственника дороги, вам выдаётся копия, вы идёте с этой копией в суд и на 100% выигрываете. То есть нет ни одного случая, когда после вот такого постановления водители бы не выигрывали. Единственное, что здесь доставляет печаль, как обычно, это большие затраты времени. Ну, то есть для того, чтобы вам пройти весь этот путь, нужно потратить от 6 месяцев до 9. Мэрия Петрозаводска заподозрила в мошенничестве водителя, который выиграл несколько судов против городских властей. Несколько раз автомобилист Дмитрий Петров разбивал свою машину в ямах на дорогах столицы Карелии. И после каждого ЧП шёл в суд, выбивая у мэрии деньги на ремонт машины. Чиновникам, похоже, это надоело. И на автолюбителя Петрова поступила жалоба в полицию. За последние пару лет Дмитрий трижды восстанавливал свой БМВ. Виной тому огромные ямы на дорогах столицы Карелии, из-за которых дорогие детали подвески буквально сыпались. Все эпизоды ДТП Дмитрий фиксировал и обращался в суд, где непременно выигрывал. В общей сложности он отсудил у мэрии Петрозаводска 185 тысяч рублей. Ну, я думаю, что выражу общее мнение, что с дорогами у нас какая-то жопа происходит. Это не вырежете потом. Дороги превратились просто в поле боя какое-то. Поле боя против автомобилистов. Такие ловушки скрытые под лужами. Уже в некоторых местах диски начинают превращаться сначала в граненый стахан, потом в шестигранник. То есть они на каждой яме подгибаются, подгибаются. Превращаются вместо идеального круга окружности превращаются в какой-то многогранник. Это одна из тех ям, куда угодил Дмитрий и повредил подвеску. Сейчас дыру в асфальте уже попытались заделать. В ней вода стояла все время, и в нее въехал двумя колесами, два колеса под замену. Итог дорожных происшествий, в которых оказался Дмитрий – четыре колеса и две стойки. Самая большая потеря – комплект дорогих фирменных колес, уничтоженный в петрозаводских ямах. Покрышки с дисками теперь хранятся в гараже. На первый взгляд, они и есть настоящий вещдок. Однако городские власти заподозрили Дмитрия в махинациях. Мэрия Петрозаводска обратилась в полицию с требованием возбудить в отношении водителя уголовное дело о мошенничестве. В администрации говорят, что это обычная практика. Дескать, водители нередко имитируют ДТП и придумывают разные способы вытянуть деньги из городского бюджета. В тех случаях, когда неоднократно есть обращение заявителей за засканием ущерба о дорожном транспортном происшествии, в администрации Петрозаводского городского округа обычно применяется такая практика, как обращение в правоохранительные органы для установления наличия недобросовестности ясцов по взысканию этого ущерба. В полиции автомобилиста проверили и пришли к выводу, что он не мошенник. В ходе проведенной полиции проверки, после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела, было установлено, что в действиях этого гражданина признаков состава преступления не обнаружено. В связи с чем, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Дмитрий Петров к действиям чиновников мэрии отнесся с пониманием и долей сочувствия. А может быть, это все от нашей бедности. Тут даже дело не в правах человека, а в том, что денег нет. Нам тут приходится всем держаться. Ну, держимся как можем. Я так понимаю, что в подавляющем большинстве автомобилисты не обращаются вообще в суды, потому что это дело долгое, хлопотное и иногда дорогое. Тем не менее, таких, как Дмитрий, в Петрозаводске немало. За два года автовладельцы написали в суд около семи сотен обращений с требованием взыскать с городских властей деньги за разбитые в ямах машины и отсудили у мэрии 60 миллионов рублей. Вот в этой истории из Петрозаводска лично меня больше всего поразило то, что мэрия не уже заплатили 60 миллионов рублей, а дороги, вот они какими были, такими и остались. Даже вот эту яму, которую попытались заделать, в которую попал герой, очевидно, что никто толком-то и не заделал. А сейчас любой следующий автовладельец может в нее попасть. Вот это-то чем можно объяснить? Анатолий, у вас есть этому объяснение? Вообще, это типичная ситуация. Типичная ситуация, когда чиновник пытается обвинить человека в мошенничестве, в каком-то преступлении, но не пытается подавать заявление в полицию о том, что дорога плохо отремонтирована. То есть он не пытается найти, проверяя дорогу, ошибки, какие-то проблемы. Он не пытается решить проблему с дорогой, а пытается наказать человека за то, что он хочет взять свое. Я не знаю, как это объяснить более общим термином, но мне кажется, что это и есть выражение той самой коррупции, которая заставляет чиновника заниматься чем угодно, кроме своих обязанностей, не ремонтировать дороги, оставлять все как есть, платить деньги из бюджета по судам, хотя на эти деньги можно было отремонтировать эти дороги. Хотя бы частично. Хотя бы где-то. Но сама по себе ситуация, когда человека пытаются привлечь к уголовной ответственности за то, что он попал в яму, она сама по себе дикая просто. Да, Петр, у вас есть? Я хотел сказать то же самое, но давайте это немножко с другого угла зайду. Смотрите, 60 миллионов рублей, много это или мало с точки зрения дорог? Давайте скажу, что построить километры дороги с нуля, правда, в России двухполосные, обычные. Одна полоса в одну сторону, другая в другую. Без воровства. То есть, если посчитать по всей сыпучке, то есть, по песку, по щебню, по асфальту, по стоимости работы. Без воровства и откатов. Без воровства и откатов это где-то порядка 35-40 миллионов рублей с нуля, да. А ремонт? Один километр. Вот, ремонт, тут надо вести речь, исходя из этого видеосюжета, о капитальном ремонте. Он, в общем-то, сопоставимо. Да, потому что дорога там, мягко скажем, развалилась. Там невозможно ее установить ямочным ремонтом. Очевидно, что асфальт, который там уложен в Петрозаводске подлежит вывозу на помойку. Все. И с ним сделать ничего нельзя. По вашей логике получается, что чиновники все делают правильно, если через суды отдают 60 миллионов рублей? Они отдают 60 миллионов. Это стоимость одного километра дороги. Вот такое восстановить. А сколько там в Петрозаводске этих километров? Много. Поэтому не в смысле я оправдываю их действия. Я считаю, что это чудовищно. Но я говорю о том, что чиновники поступают так, как им выгодно. То есть им выгодно сейчас оплачивать эти судебные издержки для тех редких сознательных автовладельцев, которые прошли вот этот путь много месяцев до суда и все-таки отсудили у них деньги. Нежели чем дороги эти ремонтировать. Если бы таких автовладельцев, и это, кстати, то, что Анатолий сказал, если вопрос яма может помочь, станет больше раз в 10, и это будет сумма уже не 60 миллионов, а 600 миллионов рублей, то, конечно же, власти Петрозаводска да и любого другого города начнут задумываться над тем, что им невыгодно иметь ямы на дорогах. Им станет выгодно иметь ровные дороги. Но, тем не менее, видите, люди не идут в суд. И я думаю, что, наверное, не только потому, что это долго и муторно. Вероятно, есть какие-то другие причины, в том числе и неверие возможность... Все знают, что стопроцентный выигрыш. Все знают. Нет ни одного случая, давайте скажем так, ни одного случая, которым неизвестен, чтобы автомобилист, который вызвал ГИБДД на место аварии, правильно оформил протокол, написал свое объяснение и потом на выходе получил копию постановления в отношении виновника, то есть дорожной организации, не отсудил бы деньги. Иногда бывают случаи, вот как было сказано, когда собственника дороги нельзя установить, нету его. Тогда да, тогда и, собственно, иск некому предъявлять. Но, допустим, для крупных городов, таких как Москва, Питер, Екатеринбург, это относительно редкость. Такие случаи имеют место быть, но они все-таки редки. Хорошо, тогда, Анатолий, вот у вас есть объяснение тому, почему люди не идут судиться за свое? Посмотрите, давайте сейчас не про суд поговорим, а про именно ямочный ремонт. В сюжете видели одну дорогу, на которой ямы, но в Петрозаводске, я думаю, их действительно много, и ближе к центру они есть, и действительно можно осуществить ямочный ремонт, не проводя капитальный. Но при этом самым частым ответом после подачи жалобы через сервис Росяма является отписка. И человек думает, я буду экономить свое время, свои нервы, и не буду с этим связываться. Ну, куплю себе кроссовер, ну, куплю себе еще что-то, вот, ну, что-то, где повыше клиренс, где побольше колеса, и не буду так часто попадать в ямы, или буду попадать без вреда для себя. Да, но дело в том, что вот этими дорогами пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы. И если дорога плохая с ямами, и не пойми какая, то, во-первых, это небезопасно для пешеходов, ты никогда не знаешь, когда может на тебя вылететь автомобиль с этой проезжей части. С другой стороны, это значит, что тебе могут регулярно портить одежду, обливая тебя с ног до головы вот этой грязью или водой из луж. Но и людям самим тоже нужно время от времени переходить дороги, возить коляски, какие-то, тачанки, тележки, что-то. Как-то передвигаться. Я скажу, единственный выход, чтобы люди, чтобы действительно яма на дорогах стала иметь невыгодно, это трансформация ОСАГО, такая, чтобы именно по ОСАГО производилось возмещение вреда автомобилю, который попал в ДТП с ямой. Это вы что-то, знаете, страшное сейчас говорите. Против вас ополчатся все автомобилисты. Вы же понимаете, что тогда они еще и ОСАГО увеличат. Слушайте, ОСАГО и так и без этого увеличат. Но мы хотим, чтобы за эти деньги людям оказывали сервис. Так вот, значит, сейчас каждый, кто попадал в яму, знает, какой ущерб у среднего автомобиля. Ну вот, допустим, ты раздолбал диск. Ну вот, я попадал в яму и раздолбал диск и минус покрышка. Покрышка у меня стоит 2 500, диск стоит 2 000. Ну и еще какие-то работы по его замене. Ну, 5 000 рублей. И за 5 000 рублей я даже ГИБДД не стал вызывать. Я не стал вызывать. Потому что я понимаю, что 9 месяцев ходить в суд ради 5 000 рублей здравомыслящий человек не будет. Ну, то есть вам это экономически невыгодно. Это вообще не просто невыгодно, это абсолютно невыгодно. Но, если бы это было в ОСАГО, я бы в обычном режиме вызвал бы ГИБДД, потом взял бы протокол или постановление, пошел бы в страховую компанию, отдал бы им, они бы мне перечислили там эти 5 000 рублей. А дальше уж в порядке регресса. А дальше они сами... Но, и вот это ключевая история. Страховая компания, они же жадные все. И, конечно же, если они мне выплатили 5 000 рублей, а я не виноват в этой аварии, то они будут передъявлять иски владельцу дороги. То есть, там, администрация Петрозаводска, администрация Саратова, администрация Петропавловска-Камчатского, Москвы, в конце концов. И они это сделают. Они замучают в судах всех владельцев дорог. И за 5 000 рублей, и за 10 000 рублей и так далее. И это действительно может стать выходом из сложившейся ситуации. Да, но почему-то ни депутаты этого не предлагают, ни чиновники. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. И это записано в 74-й статье Конституции. Вот как ее понимают обычные люди. То есть, в принципе, человек, он же платит со своей, ну, со своих доходов налоги. То есть, за что он еще должен платить за дороги? Мы и так всей страной платим. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов, каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. А, частные вот эти дороги, все-все-все-все-все. Это в некоторые чуть ли не дачные поселки там закупают какие-то территории, строят какие-то коттеджи и делают платный въезд. Это я тоже слышала. Водители или кто там, владельцы считают, что с них берется некий лишний сбор какой-то, который они не считают нужно платить. Но я, к сожалению, не знаю, насколько это соотносится с этой статьей. Ну, вот, кстати, с дальнобойщиками я полностью согласен. Слышала, что они протестуют, что платно, что это тяжелее гораздо. Ну, мне тоже не совсем понятно, что это за платон такой. если они и так платят дорожный сбор. У меня достаточно много знакомых логистических компаний. Значит, все крупные логистические компании восприняли платон на ура, потому что реально платон позволяет непосредственно тем, кто ведет этот бизнес в белую, совершенно спокойно перемещать грузы и не является нагрузкой финансовой никакой серьезной на эти компании. насколько мне так известно, что многие дальнобойщики они как бы индивидуальные работники. Ну, вроде я слышала, что услышали их и пошли на какие-то изменения в этом. То есть услышали людей. Это я слышала. Это опять же, мне кажется, чтобы госбюджет как-то это... Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы сократить пробки на дорогах. Ну, и увеличить налоговую там, пошлину. Ну, чтобы это пошло на пользу государства и граждан Российской Федерации. То есть платных автомобильных трасс денег с них уже не хватает. Они, если пойдут другой дорогой, с них берется, этот платон. Берет, не берет? Не, ну, это не закон однозначно совершенно. С какого перепугу люди вообще с кого-то что-то взимают. Вот именно, что надо разобраться, куда эти деньги идут, какие фонды. Есть же вот этот платон, с которого мы начинали нашу программу. Они собирают сейчас с каждого километра, учитывая, сколько автомобилей зарегистрировано, да, в этой системе. один миллион девятьсот тысяч рублей. Уж, наверное, этих-то денег, ну, если посчитать, сколько километров дорог, сколько по ним есть, уж, наверное, этих-то денег хватило бы на то, чтобы ремонтировать дороги. есть же название у Платона. Система взимания платы. Вот я думаю, здесь довольно четко все сказано даже в названии Платона. Может быть, что-то где-то будет ремонтироваться. Да, но когда его вводили, я считаю, это просто внимание платы. Кажется, 40 миллиардов они собрали за 2017 год. 40 миллиардов рублей поделить на даже на 40 тысяч километров, это получится по миллион рублей на километры. Ну, в общем, это не такие... Ямочный ремонт. Денег нужно гораздо больше. Ну, вот Путин говорил в своем одном из выступлений, что выделит 11 триллионов рублей на дороги. Вот здесь какая-то реальная цифра. Да, дороги, хорошие дороги, это дорогое дорожество. но вот их выделят самое неприятное во всей этой истории, что, предположим, Путин выделит, но нет же никакой системы контроля над тем, как это все расходует. Очень интересно в этом плане посмотреть на опыт платных дорог. вот ГК Автодор. То есть, это 2000 километров дорог. Это трасса М4, М11 и дороги, кусочек трассы М3. Там, если мы посмотрим на, во-первых, качество строительства, во-вторых, на то, кто строит, в-третьих, как они подходят к контролю, мы видим, что издержки, ну, в смысле стоимость строительства, там ниже. То есть, условно говоря, когда... Это частный инвестор, он бережет свои... Да, когда туда попадает некий частный инвестор, он начинает выкручивать руки тем людям, которые эту дорогу строят. Мы это видим, видели на примере участка М11, который строили там в болотах, там в лесах, там и так далее. В Химкинском лесу, который строили. этот я не беру, тот, который в Новгородской области сейчас строили. Так вот, там стоимость строительства, если сравнивать с участками, которые прокладывались в аналогичных условиях в других странах, там в два-три раза меньше. При том, что люди, которые там работали, у меня там знакомый, я работал, но обычным строителем, зарабатывали там неплохие деньги. Это говорит о том, что если контроль за дорожным строительством настоящий, такой он должен быть, когда люди, которые контролируют, заинтересованы, прежде всего материально заинтересованы в том, чтобы дорога служила дольше, то у нас вдруг волшебно дороги дешевеют в два раза как минимум. Могут ли люди, которые не являются инвесторами, точнее, они являются инвесторами по неволе ежедневно, когда идут в магазин, покупают хлеб, который привезли на автомобиль по этим дорогам. Ну, и платят налоги. Платят налоги и прочее, да, и прочее, прочее. Вот эти люди, их каким-то образом допускают к контролю над тем, что происходит в дорожном хозяйстве. Они могут проконтролировать чиновников, распределяющих средства на даже там ямочный ремонт, например, дороги. Они могут каким-то образом контролировать строителей больших дорог и призывать их к ответу, и требовать, чтобы те отчитывались за свои расходы. в каких-то частях влиять действительно можно. Например, когда мы видим госзакупку на проведение ремонта дороги. Она открытая, можно посмотреть техническую документацию, можно посмотреть, что собираются и сколько ремонтировать, и следить за этим. Действительно, можно как активист фотографировать, фиксировать что-то. И виден нарушение, если ты видишь нарушение, если ты понимаешь, то ты можешь написать жалобу, ты можешь попытаться судиться, но это довольно сложно. Это нужно просто любить хорошие дороги или просто любить свой город и хотеть как-то повлиять. Это довольно трудно. Но обычно вокруг таких людей вырастают сообщества, которые тоже стремятся этим заниматься, и тогда проще. Начинать, конечно, нужно самому, и, возможно, потратить придется много сил. Но можно влиять и на небольшие проблемы с дорогой, это на выбоины, заставить все-таки чиновников и ответственных за эти участки дороги отремонтировать их там, где есть яма, которая хотя бы по одному из показателей превышает нормы, которые регламентирует ГОСТ. Да, но иногда даже не обязательно от чиновников чего-то добиваться, а просто сфотографировать фанатов какой-нибудь сборной на чемпионате мира по футболу в этой яме, да. И на следующее утро ее уже не станет, как это происходило в Нижнем Новгороде. Аргентинские фанаты хотели провалиться под землю после выступления своей сборной на чемпионате мира и залезли в огромную яму на дороге в Нижнем Новгороде. Уже на следующий день ее заасфальтировали. Чтобы решить проблему дорог в России, в сети предлагают посадить в каждую яму по болельщику. Вот японцы после матча убрали за собой мусор на стадионе. В Твиттере мечтают. А еще починили дороги, убрали грязь с улиц, протянули трамвай. На дороги жалуются почти во всех регионах. На улицах Кирова предлагают снимать новую часть Терминатора. В Ульяновске отметили день рождения ямы. Ее не могли отремонтировать три года. Яма, с днем рождения тебя! С днем рождения яма! Три года! Нового года! Три года! Три года! В Новочеркасске люк на шоссе придавили огромным пнем. Он лежит на дороге больше месяца. Корни пока не пустил. А вот кто-то издалека хвалит дороги на Сахалине. Может взять на прокат автомобиль и рвануть на север? С тех пор никаких подробностей о путешествии. Надеюсь, все в порядке. Дороги в России как после авианалета. Может быть, потому, что были созданы для военной техники, подумал активист из Тамбова. И предложил фотографировать в колдобинах игрушечные танки. Красота спасет мир. Сразу в нескольких городах активисты высаживают в ямах цветы. В ГИБДД душевный порыв не оценили. В Ярославле за такое привлекают к административной ответственности. В Новосибирске яма завела свой аккаунт в Твиттере. Ей даже посвящают стихи. Нет покрытия тут гладкого и плоского, и никто за это не покается. Когда плачет небо над Котовского, снизу ему яма улыбается. На какое-то время яма даже попала в раздел достопримечательности Новосибирска и получила пять звезд. Яму несколько раз ремонтировали, и каждый раз дело заканчивалось провалом. Асфальта. Последний ремонт держится с мая, но яма пообещала подписчикам. Еще увидимся. Жительница Омской области пожаловалась на дороге в Одноклассниках. Местные чиновники в ответ написали на нее заявление в полицию. Ее обвинили в экстремизме. Страшно подумать, в посте были фамилии губернатора и даже самого президента. Полиция нарушений не нашла. Правда, пришлось показывать распечатки комментариев. А ремонт дороги все-таки начали. Егерь в Челябинской области сам отремонтировал грунтовку к охотничьей базе. А власти оштрафовали его на 2,5 миллиона рублей за порчу плодородных земель. Наказание отменили только после шумихи в СМИ. Многим приходится надеяться на себя. Вот и житель Краснодара засыпал гравием участок у дома за свои деньги и стал героем района. А если в одиночку проблему не осилить, координацией занимается проект «РасЯма». Активисты измеряют и фотографируют колдобины. На сайте помогают заполнить жалобу и отправить куда следует. И иногда ямы пропадают. Стыдно стало чиновникам. Мне кажется, стыд это не то чувство, за которое их надо дергать. Мне кажется, надо дергать именно за жадность. До тех пор, пока людям невыгодно иметь хорошие дороги, они будут держать эти дороги в плохом состоянии. Как только им станет больно от количества судебных исков, от количества выплаченных денег, а ведь государство это тот самый контрагент, от которого можно всегда с помощью судебных приставов деньги эти получить. Так вот, чтобы всем стало невыгодно иметь плохие дороги. И тогда действительно все как-то начнет вертеться. Можно, конечно, ходить, фотографировать ямы, можно следить за каждым шагом дорожников, но мне кажется, что это удел небольшого количества людей, к сожалению. Давайте посмотрим правде в глаза. Там тысячи человек, ну, пять тысяч человек может быть, там на всю Москву этим занимаются. Водители 5 миллионов. Водители 5 миллионов, конечно. То есть нужно создавать системные механизмы, когда жабы будут поедать гадюк, и на выходе будут получаться хорошие дороги, а не плохие дороги. Я предлагаю скрестить страховые компании, которые являются очень агрессивным существом, так сказать, в нашем мире, и чиновников, которые за вот эти дороги отвечают. Поверьте, в ходе их борьбы мы на выходе получим, точно получим хорошие дороги, потому что они за деньги будут грызться до последнего. И в конце поймут, в конце этой борьбы поймут, что лучше всего, чтобы автомобилисты не попадали в ДТП с ямами. И тогда не нужно будет там активистов и так далее. Чиновники сами будут бегать с лупой, с телефоном и смотреть, чтобы асфальт положили ровно и по технологии, и самое главное, тот асфальт, который должны положить, а не какой-нибудь такой плохенький, подешевший. Вот здесь как раз опять началась та самая история, которую я раньше назвал фантастической, потому что этот сценарий возможен только тогда, когда мы имеем политическую конкуренцию. Мы имеем представительство различных политических сил в различных парламентах региональных и в Государственной Думе. Да, давайте спускайте нас на землю потихонечку. И только тогда, когда мы можем как избиратели влиять через тех людей, которых мы действительно выбрали, тогда мы можем повлиять на принятие законов, на контроль. Например, городской бюджет принимает городская дума. Соответственно, если там находятся люди, которые не участвовали в политической конкуренции и не попали туда в результате демократических выборов, соответственно, мы не можем влиять на этих людей. Они решают, какие дороги будут ремонтироваться и сколько на это будет потрачено денег. Так, вы нас уже с небес на землю опустили, и вот сейчас, когда мы находимся на земле, что бы вы могли рекомендовать людям неравнодушным, которые просто хотят не убивать свои машины на дорогах здесь и сейчас? Что они могут конкретно предпринять? Конкретно можно подавать жалобы. Подавать жалобы из матово-чиновников. Это работает, ямы ремонтируются. Подавать жалобы куда? Вообще всем... Подавать жалобы можно через сервис Росяма. Это упрощает значительно процедуру. Жалобы уходят в ГИБДД и спустя 30 дней после подачи пользователь получит ответ, который он сможет либо оспорить через прокуратуру по шаблону, который мы ему даем, либо пойти и проверить, отремонтировали ли яму. За большинство государственных услуг вы уже заплатили налогами. Сегодня в рубрике «Твое», подготовленной совместно с Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия расскажем о том, как обратить внимание чиновников на качество дорог. В России дороги бывают федеральными, региональными и муниципальными. Бывают еще частными, но это отдельная история. Имущество должен содержать собственник. От него зависит качество покрытия, освещение и то, как наносятся знаки и разметка на дороге. Как гражданин России, вы имеете право требовать от чиновников хороших дорог, ведь вы уже заплатили за их содержание, даже если не платите транспортный налог. В стоимость всех товаров включены издержки продавца на доставку. Бюджет только Федерального дорожного фонда в 2017 году составил 618 миллиардов рублей. Почти столько же выделили на образование. Чтобы понять, куда именно жаловаться на состояние дороги, нужно выяснить ее статус. За федеральные дороги связывают несколько регионов, отвечает Росавтодор. Региональными связывают районы внутри республики областей, ведает правительство региона. На состояние муниципальных дорог, связывают населенные пункты внутри муниципалитета, надо жаловаться в местную администрацию. Во многих регионах есть специальные сервисы для приема жалоб на состояние дорог, например, наш город в Москве или народный контроль в Татарстане. Обращения через них не имеют официального статуса, зато ответы дают в течение недели-двух. Сервисы Рос, Яма и сердитый гражданин работают по всей стране, но поскольку они не государственные, жалобы не всегда доходят до адресата. Наконец, пожаловаться можно через официальные интернет-приемные органы власти, правда, и реакции можно ждать месяц, а то и два. Если ваши жалобы игнорируют или отвечают, что денег нет, пишите в прокуратуру, региональную или районную, городскую. Прокурор обязан провести проверку, по итогам которой может вынести предписание о ремонте или даже обратиться в суд, чтобы обязать собственника дороги ее отремонтировать. При первой же возможности разбитую дорогу внесут соответствующий план ремонта на будущий год, поэтому жаловаться лучше летом или ранней осенью, до того, как ваш регион или район утвердили бюджет. Можно написать своему депутату, муниципальному или региональному, который вправе внести в проект бюджета предложение о выделении денег на ремонт соответствующей дороги. Но чтобы дорогу хорошо починили, нужно не только добиться выделения денег, но и проследить, чтобы строители не клали асфальт в снег и не рисовали разметку по лужам. Такие нарушения лучше всего снять на фото или видео и отправить заказчику работ. Заказчика обычно указывают на информационных счетах, которые выставляют в месте работ. Там же, как правило, указан номер телефона, позвонив по которому, можно оперативно сообщить о нарушении. Если на вашу жалобу не реагируют, обращайтесь в прокуратуру или региональный портал. Аккуратнее на дорогах и помните о своих правах. Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину» и мы покажем их в эфире. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся мы жители села Семилук, это Семилукский район, Воронежская область. Нет дороги. Мы находимся всего лишь в 11 километрах от города Воронежа и в 3 километрах от города Семилук. Дорога протяженности у нас всего 3 километра. Но в администрации говорят, что она нигде на балансе не стоит и никто ее делать нам никогда не будет. У нас здесь проживает полутора тысяч человек. Дети в школу не могут пройти нормально, пожилые люди не могут до магазинов дойти, скорая помощь отказывается ездить, маршрутное такси было когда-то, сейчас оно сюда к нам не ходит, ходит до основного места, где заканчивается более-менее нормальная дорога. дальше люди ходят пешком. Поэтому не знаем просто больше куда нам обратиться, кроме как к вам. Помогите нам пожалуйста, дайте кому-нибудь волшебного пиндаля, чтобы нам сделали дорогу. Очень хорошо, правильно? Нормально. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин